МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. Каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов? Первые кадровые изменения в Рио главы Дагестана. Кабинету министров представили нового главу аппарата правительства. 300 соискателей, 24 отечественные компании. В Махачкале прошла ярмарка вакансий. Новое увлечение молодежи. Дворовой футбол получает все большую популярность. В Рио главы Дагестана Владимир Васильев представил руководству правительства и структурных подразделений АГИП нового руководителя администрации главы и правительства региона Владимира Иванова. Ярмарка вакансий прошла в Махачкале. Свыше 300 соискателей смогли оставить резюме представителям 24 отечественных компаний. Специалисты, предприятия и работодатели рассказали присутствующим о республиканском рынке труда и о корпорациях, испытывающих потребность в работниках. Подробнее о том, как трудоистраивалась молодежь, расскажет Ларьяна Шамхалаева. Дагпродмаш, ДНЭП, Махачкалинский завод стекловолокна и другие крупные компании собрались на площадке в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова по инициативе Молодежного центра занятости «Успех». А специальный гость мероприятия, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития, заверил, что такие экспресс-собеседования помогут работодателям произвести отбор необходимых кадров и даже обеспечить надлежайший рабочий резерв. Профессия – это очень ответственный и важный момент в жизни каждого человека. И насколько правильным будет наш выбор, от этого зависит будущее нашей жизни. В июле этого года мы уже проводили подобную ярмарку вакансий и в результате чего трудоустроили более 100 молодых людей. Хадижат Шамхалова, представитель медицинского центра «Медик-Сити», общаясь глазу на глаз с потенциальными кардиологами и педиатрами, сетует, что желающих работать врачами на самом деле не так много, как хотелось бы. У меня было два человека, медицинская сестра, медрегистратор, они без опыта работают. То есть они спрашивают, будет ли возможность без опыта работы прийти. Также было два врача, которые только-только окончили вуз, то есть они пока не работают. Также интересовало по выбранным их специальностям, если вакансия. Это был врач-педиатр и лор-врач. Среди представленных на ярмарке вакансий компаний есть и дом-интернат заботок. Как оказалось, им остро необходимы педагоги-психологи и инструкторы по лечебной физкультуре. Но загвоздка существует. В чем же она? К сожалению, те ребята, которые нам сегодня подходили, не имеют соответствующего образования. В первую очередь, это, конечно, необходимо образованием. Соответствующее образование. А опыт работы? Ну, опыт работы желателен, но не обязательно. Здесь будущие строители, педагоги и программисты. Кто-то из них готовился к ярмарке задолго, узнав о ней из новостей, а кто-то услышал только сегодня от товарищей. Но все они в один голос говорят, что затея им по душе. Про ярмарку я узнал от своего старосты по нашей специальности. Также меня это заинтересовало. Может, здесь будет вакансия как раз-таки по моей специальности, по программированию. И решил здесь осмотреться. На ярмарку пришла найти, наверное, работу в дальнейшем. Ну, наверное, скорее всего, будем сейчас совмещать, так как уйдет практика. Ну, и в дальнейшем, чтобы после учебы можно было устроиться по своей специальности, найти работу в школе и быть прекрасным преподавателем, учить детей. Ярмарка вакансии «Территория успеха» откроет свои двери теперь уже только в следующем году. Ну, а сегодняшним соискателям остается пожелать успеха. Лареанна Шемхалаевна, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Дворовой футбол получает все большую популярность. В Махачкале завершился юбилейный турнир «Кожаный мяч». Победителей и призеров наградили в администрации города кубками, медалями и подарками. Поздравить мальчиков и девочек пришли представители власти, легенды спорта и олимпийские чемпионы. Подробнее Хамзан Румгамедов. За чемпионство боролись дети из микрорайонов, улиц и дворов не только столицы Дагестана, но и других муниципальных образований. В этом турнире приняли участие рекордное количество команд. «В поле 960 команд. Мы для себя определили сумму рекордную. Мы будем двигаться к 10 тысячам участникам. Этот турнир является самой крупной на территории Южного федерального округа». На протяжении чемпионата ребята проявили настоящий спортивный характер, волю к победе и хорошую футбольную подготовку. «Мотался, играл, давал передачи, забивал». Лучшие команды сегодня принимают поздравления от чиновников, известных спортивных и общественных деятелей. «Сегодня вы у нас лучшие горожане, лучшие дети, которые проявили себя на спортивных площадках, на футбольных полях. Проявили свой спортивный дух. Хочешь быть счастливым – будь им. Поэтому вы ставите себе задачу, вы определяете свои пути развития. Посмотрите на первый ряд, сидят мальчики. Среди вас будущие министры, лётчики, космонавты, маленькие плаватели, борцы. Всё зависит от того, как вы отнесётесь к своему будущему». Победители и прозёров в семи возрастных категориях наградили кубками, медалями, футбольными формами и мячами. Особо отличившихся футболистов чествовали в отдельных номинациях. Среди девочек победителем турнира стала команда «Олимп». «На этот турнир пришла сама жена Яшина. То, что нас поразило. Это было удивительно, очень красиво. Нас встретили. Также завершение было различными танцами, закончилось. Нам понравилось. И на команду набралось огромного опыта. С каждым разом всё больше соперников. И, получается, надеюсь, мы будем продвигаться с каждым разом всё дальше. И мы не остановимся только на этом матче». Организаторы турнира уверены, что подобные мероприятия дадут новый толчок к развитию футбола в республике. «Среди вас здесь сидят будущие олимпийские чемпионы, будущие политики, будущие врачи. Поэтому самое главное – трудиться, верить в свои силы, и у вас всё получится». В этом году кожаный мяч проводился в 20-й раз и был посвящен 160-летию Махачкалы в памяти заслуженного мастера спорта Льва Яшина и 90-летию спортивного общества «Динамо». Подготовка к чемпионату Европы по трём стилям борьбы и открытию новых спортивных объектов на территории Дагестана. Министр по физической культуре и спорту Республики Магомед Магомедов провёл пресс-конференцию. С подробностями мой коллега Курбан Рагимов. Одна из основных тем беседы руководителя спортивного ведомства с журналистами ведущих СМИ Дагестана – предстоящий чемпионат Европы в Каспийске, который пройдёт в апреле 2018 года. Республика к крупному турниру практически готова. Определены места для проживания прибывших в Дагестан иностранных спортивных делегаций, заявил министр. «Мы проводили и Кубок мира, и многочисленные международные турниры, чемпионат России. У нас есть опыт, у нас есть все возможности ярко и красиво пропустить через себя чемпионат Европы. И думаю, чем других регионов Российской Федерации, особенно чем других государств, несколько лучше и ярче они пройдутся на территории СМИ Дагестана». По словам министра, сейчас в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева ведутся работы по переоборудованию мест для вип-гостей и для работы прессы. А учитывая высокую популярность борьбы в Дагестане, планируется установить несколько экранов и на территории спортсооружения. «Погоду наполняемся, поэтому за это мы не переживаем. Наоборот, думать, поменьше пришли, было бы лучше. Это же не так легко, например, вся республика будет хотеть. Вся республика будет хотеть, допустим, выйти на чемпионате Европы. И зал наш рассчитан на 5500 посадочных в месяц. Так что с этим у нас, думаю, наоборот, мы переживаем». Другой темой обсуждения стала издача в эксплуатацию новых спортивных объектов. Так, в конце октября в Кизляре открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, а на берегу моря в пригороде Махачкалы возводится новый центр олимпийской подготовки сборных команд. Его сдадут будущим летом. Кроме того, идет строительство универсального спорткомплекса недалеко от центральной мечети столицы. Совсем скоро будет открытый музей спортивной славы Дагестана. Ответив на вопросы СМИ, Магомед Магомедов в сопровождении своих заместителей провел небольшую экскурсию по объекту, расположенному на втором этаже здания Минспорта. Мы сюда приглашали из Москвы людей, из Казани людей, в какой форме, как это все, внутренняя часть, от чего, как оформить, как создать. Можно сказать, 90% того, как нужно было его создание, конечно, материал для музея. Что за музей, если, например, там нет ничего. К Новому году определенный музей-облик обязательно приобретен. Музей спортивной славы Дагестана будет содержать информацию о выдающихся спортсменах республики. Среди экспонатов будут эксклюзивные медали, спортивный инвентарь и атрибутика. Помимо этого, к 80-летию легендарного борца Али Алиева у здания Минспорта будет установлен бронзовый памятник. Торжественное открытие пройдет уже в этом месяце. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ММТ, Махачкала. Магазин модной одежды в центре Махачкалы похищал газ. Мультибрендовый бутик модной женской одежды «Манифик» самовольно подключился к системе газоснабжения. Отметим, что сегодня законом в разы увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к газовым сетям. Для граждан штраф состоит от 10 до 15 тысяч вместо прежних 4 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа состоит до 200 тысяч рублей. Ростельхознадзор Дагестана запретил к провозу более 52 тонн сельскохозяйственных культур из Азербайджана с недействительными сертификатами. Причиной задержания грузов послужили нарушения требований при ввозе под карантинную продукцию на территории России. Учителей Махачкалы обучат правилам оказания первой медицинской помощи. Специальный медицинский курс для учителей запущен в столичной школе номер 59. В ходе обучения опытные врачи и медсестры объяснят педагогам, что нужно делать при судорогах, отравлениях, травмах, ушибах и переломах. А также расскажут о строении тела, покажут, как обращаться с медицинскими приборами, накладывать шины и делать перевязки. В честь юбилея Большой мечети шеиха Зайда в Абу-Даби была открыта выставка хаджа воспоминаний о путешествии. Проходит она при поддержке Управления туризма и культуры Абу-Даби. На выставке представлено более 180 художественных и исторических экспонатов, связанных с историей паломничества. Все они были собраны у 15 отечественных и международных организаций и коллекционеров. Примечательно, что также на выставке собраны коллекции старинных и редких рукописных экземпляров священного Корана. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 59 рублей 25 копеек и евро 68 рублей 78 копеек. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем сайте nntv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова